Доброе утро, глубоко уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему реконструктивно-пластической операции при дисмоидных фибромах туловища и конечностей. Дисмоидные фибромы – это редкие опухоли, состоящие из дифференцированных фибробластов и избыточного количества коллагеновых волокон. В популяции они встречаются не более чем 24 случая на 1 миллион год, и это составляет менее 3% от всех опухолей мягких тканей. Дисмоидные фибромы относятся к классу пограничных опухолей, так как они не метастазируют, однако склонны к агрессивному местному росту и частому рецидивированию после хирургического лечения. Могут развиваться из мысочно-павниверсических структур практически в любой локализации. И основные пациенты, страдающие данным заболеванием, – это люди социально активного возраста. Для таких пациентов рост опухоли, рецидивы после неоднократных хирургических операций а также сам объем хирургических вмешательств, часто калечащий, может стать причиной потери трудоспособности, глубокой социальной дезадаптации и как следствием снижения качества жизни. Это ведет нас к тому, что необходимо искать варианты лечения данного заболевания, которые обеспечивали бы не только хорошие онкологические результаты, но и также функциональные и косметические. В настоящее время мировыми сообществами есть рекомендации по лечению данной группы пациентов. Тактика лечения зависит от многих факторов, и к числу доступных методов лечения относятся хирургическое лечение, дистанционная лучевая терапия, различные варианты консервативного системно-лекарственного лечения. До недавнего времени считалось, что основным и самым эффективным методом лечения является хирургическое. Однако все чаще в мировых публикациях встречаются сведения о том, что необходимо начинать лечение данной группы пациентов с периода строгого динамического наблюдения, что отражается и в представленных рекомендациях. Что касается публикаций в отечественной литературе, их достаточно мало, и они ограничены малым количеством наблюдений. Зачастую это представление некоторых отдельных клинических случаев. В нашей стране самым большим опытом данной группы пациентов обладает Московский институт имени Герцена. Разработки по данной теме ведутся с 60-х годов прошлого столетия. Изучалась роль лучевой терапии в лечении десмойных фибром как самостоятельного этапа лечения, так и в сочетании с химиогормонолучевой терапией. Также были разработаны различные варианты лекарственного лечения. С 2013 года на базе нашего института существует группа по диагностике и лечению десмойных фибром, в которую входят специалисты из различных отделений. И также продолжается работа по разработке новых методов лечения и оценке их эффективности. В данном исследовании представлены результаты изучения лечения десмойных фибром экстра-абдоминальной локализации. Особенности хирургического лечения были оценены на данных анализа 40 пациентов, в котором было проведено хирургическое лечение в условиях нашего института в период с 2013 по декабрь 2017 года. Как видно из этой таблицы, большинство пациентов были пациенты старше 45 лет. Преобладали среди них женщины. По локализации чаще всего это были пациенты с локализацией опухоли в мягких тканях плечевого пояса и верхней конечности. Далее опухоль локализовалась в мягких тканях нижней конечности, ягодичной области, также туловище и шея. По поводу первичной опухоли к нам обратилось по 55% больных, по поводу рецидива после ранее проведенного лечения – 45%. Эту группу хирургического лечения мы разделили на две группы. В первую группу вошли 22 пациента, которым в результате хирургического лечения пластика была выполнена местными тканями. 18 пациентов размер и локализация опухоли потребовали выполнения реконструктивно-пластических операций. Большинство пациентов было выполнено пластика торокодорзальным лоскутом. Также в качестве пластического компонента использовались поверхностный сгибатель пальцев, трапециевидная мышца, пекторальный лоскут, композитная сетка с перемещенным лоскутом и другие варианты пластических материалов. На данном слайде представлен клинический пример. Пациентка обратилась к нам по поводу дисмоидной фибромы. Однако здесь мы говорим о синдроме Гарднера. У пациентки, помимо всего прочего, был диагностирован семейный адематоз толстой кишки, который был прооперирован. И к нам она обратилась по поводу дисмоидной фибромы. Мультифокальный рост опухоли. На данном слайде мы видим опухоль в мягких тканях лопаточной области. Несмотря на большой размер опухоли, нам удалось выполнить пластику местными тканями. Также была выполнена экстрепация лопатки. Здесь и представлен другой пример. Опухоль значительно меньше, чем в предыдущем. Однако ее локализация потребовала применения реконструктивно-пластической операции. Была признана резекция крыла подвздошной кости, и в область дефекта была установлена композитная сетка, крепившаяся к краю резекцированной кости якорными иглами. Мы оценивали частоту достижения отрицательной границы резекции в двух группах. Однако из-за численности групп различия не являются статистически достоверными. Таким образом, в нашем исследовании мы можем сделать вывод, что характер использования или неиспользования пластического компонента не влияет на степень достижения отрицательного края резекции. Тактика дальнейшего лечения также основывалась на данных о границе резекции. Пациентам, с которым опухоль была удалена в пределах здоровых тканей, они были оставлены под динамическое наблюдение. Пациентам же, у которых край резекции оказался положительным, была назначена адювантная терапия. Методом выбора являлась гормонотерапия. Однако четырем пациентам в нашем исследовании, как правило, это пациенты, которые обращались уже по поводу не первого рецидива, либо резекция была выполнена в объеме Р2, была назначена полихимиотерапия. Результаты. Длительность наблюдения составила от 6 до 107 месяцев, медиан на 16,5 месяцев. Рецидивы за время наблюдения развились у 14 пациентов, что составило 35%. Безрецидивная выживаемость. Однолетние 79%, двухлетние 61% и трехлетние 52%. Для оценки факторов, влияющих на безрецидивную выживаемость, был проведен однофакторный анализ. Оценивались такие факторы, как возраст пациента, пол, локализацию, размер опухоли, характер опухоли в образце сопервичной или рецидивной, это была опухоль, край резекции, достигнутой по результатам операции и проходилось адювантное лечение или нет. По результатам проведенного однофакторного анализа, мы сделали вывод, что только локализация опухоли является прогностически значащим фактором. Так, опухоль, локализующаяся на туловище, пациенты, у которых опухоль локализуется на туловище, имеют большую безрецидивную выживаемость в сравнении с другими локализациями. В свою очередь неблагоприятным прогностическим фактором является локализация опухоли в мягких тканях верхней конечности. Однолетняя безрецидивная выживаемость у этих пациентов составила 66%, двухлетняя – 48% и трехлетняя – 36%. В настоящий момент во многих публикациях обсуждается влияние границ резекции на безрецидивную выживаемость. По результатам проведенного нами исследования, этот фактор не влияет на безрецидивную выживаемость, показатели которой в двух группах были одинаковыми. За время исследования только из 73 пациентов только 40 были проведены хирургические операции. 33 пациентам данный метод был признан целесообразным. Для этой группы пациентов мы предлагаем лекарственное лечение. Есть несколько вариантов химиотерапии, гормонотерапии. Также в нашем исследовании была небольшая группа пациентов, в которой мы назначали имотиниб. Нужно отметить, что за время проведенного исследования полной резорбции опухоли мы не наблюдали, хотя есть данные в мировой литературе, говорящие о том, что на фоне проведения лекарственного лечения можно добиться полного исчезновения опухоли. По нашим данным, частота клинической эффективности на фоне проведения лекарственного лечения является достаточно высокой. На этом слайде представлен пример, наверное, одной из самых часто встречающихся эффектов на фоне проведения системного лекарственного лечения. Опухоль уменьшается больше, чем в два раза. И если она остается в этих размерах, не прогрессирует и не растет, мы можем оценить этот результат как положительный. И здесь представлен достаточно интересный клинический случай. К нам обратилась пациентка 23 лет с локализацией дисмодной фибромы в крылонебной ямке. При обсуждении на консилиуме с хирургами из отделения головы и шеи хирургическая тактика была принята нецелесообразной, в связи с чем пациентке была назначена химиотерапия. Соответственно, первый слайд – это до начала лечения и последний – это 12 месяцев после. Казалось бы, на слайде мы видим практически полное исчезновение опухоли. Однако пациентка обратилась к нам с жалобами на невозможность открыть рот. И несмотря на то, что по данным клинического исследования данных за опухолью патологии в настоящий момент у нее нет, жалобы не исчезли, стала чуть лучше пациентка, но полностью открыть рот, какой-то функциональный результат мы, к сожалению, здесь не получили. В заключение хотелось бы сказать, что среди пациентов с экстраабдоминальными дисмодными фибромами хирургическое лечение оправдано лишь у 55%. Применение реконструктивно-пластических операций не оказало влияния на показатели безрецидивной выживаемости. Однако позволило существенно улучшить функциональные и косметические результаты лечения. Химиотерапия и гормонотерапия позволяют достичь локального контроля роста опухоли и могут применяться как самостоятельный вариант лечения или в качестве адъювантной терапии после операции с положительной границ резекции. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Викторовна. У меня и на правовом председателе задам вопрос. Вот назначая гормонотерапию, вы рецепторный статус опухоли определяли? В нашем институте до этого была проведена работа докторская по поводу определения рецепторных статусов опухоли и оказания этого улучшения на фоне этого гормонотерапии. Однако никаких значимых улучшений по поводу рецепторного статуса опухоли не было отмечено. Поэтому мы, в принципе, в… Тогда какие критерии включения пациентов для гормонотерапии? Гормонотерапию мы назначаем пациентам после операции, если это были положительные края резекции, R1 либо R2. Либо пациентам, которые, если операция не проводилась, также мы можем назначить гормонотерапию пациенту, у которой были большие размеры опухоли. Мы провели им химиотерапию и для контроля еще на полгода оставляем им гормонотерапию. В принципе, все. Спасибо. Еще вопрос. Да, Григорий Владимирович. Просто спасибо большое за доклад. Это реальная проблема для хирургов. И я хотел бы узнать отношение вашей клиники к первичным опухолям, не к 25-му рецидиву полурезиктабельному. И как вы относитесь к этим опухолям, когда видите резиктабельную маленькую опухоль в мягких тканях бедра, например? Вы что-то делаете сразу же? И, может быть, вы ее наблюдаете? Или вы все-таки сторонники более агрессивной тактики? Потому что мы знаем то, что в Европе существует подход «не трогай, и все будет хорошо». Может быть, у вас такая же тактика для первичных образований? И хотелось бы узнать ту терапию, которую вы применили при той страшной опухоли в головинонемной ямке. Да, спасибо за вопрос. Что касается нашего отношения. Ну, в принципе, когда пациент поступает к нам с первичной опухоли, все также решается индивидуально. Если это первичная опухоль резиктабельна, то, в принципе, мы, наверное, все-таки начнем с хирургического лечения. Ну, бывает, когда пациенты поступают к нам с опухолями, которые локализуются, например, в мягких тканях шеи и резиктабельность их под вопросом. Но, однако, с нашей точки зрения, эта локализация является неблагоприятной, потому что опухоль все-таки, скорее всего, будет расти. И мы не позволяем себе, не даем себе такого права оставить ее без лечения. Иногда обсуждается вопрос о том, что на первом этапе мы будем проводить химиотерапию, потом хирурги рассмотрят вопрос о возможности удаления, либо просто проводим химиотерапию, тем самым добиваясь стабилизации. И посмотрите, пожалуй, второй вопрос. И та самая схема терапии, которая применена? А, по поводу схемы терапии, да. У данной пациентки мы применили химиотерапию с применением винарельбина и метатриксата. Обычно нужно сделать такую оговорку, что вообще мы считаем, что если опухоль располагается в таких критичных зонах, где рост опухоли даже на любой, там, миллиметр, сантиметр может повлечь какие-то не очень хорошие последствия, мы прибегаем к более агрессивным методам химиотерапии. Это доксирургицин с докарбазином. Однако это была молодая пациентка, которая на тот момент только родила ребенка, у нее она еще не закончила кормлений. Все-таки мы приняли решение, что у данной пациентки конкретно мы начнем с фенарельбина и получили на удивление хороший результат, однако вот почему это никак не отразилось на функции, мы до сих пор еще, ну, мы будем наблюдать за ней, она приезжает каждые полгода, да, и пока что имея то, что имеем. Артур Юрьевич, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы используете термин тейсмоидная фиброма. Я подогладу понял, что речь идет о фиброматозе. Почему такое странное название и почему вы не пользуетесь международной классификацией, как опухоль называется? И второй вопрос. Пробовали ли, когда обсчитывали отдаленные результаты, объединить наоборот R1 с R0, а R2 отдельно? Тогда вы получили, наверное, различие в выживаемости. R1 с R0. Пробовали? Нет, мы такого не считали, мы, в принципе, ну, мы при составлении дизайна этого исследования, если можно сказать, мы основывались на данных мировой литературы, в которой чаще всего сравнивается именно группа отрицательных границ резекции и положительных границ резекции и их влияние на безрецидивную выживаемость. Собственно, мы оценили так же. Но что касается терминов, ну, мы в своих работах и статьях пишем дизайна фиброма в скобках «агрессивный фиброматоз». Так какое название? Безвойный фибром. Разумевается, агрессивный фиброматоз. Но ведь народное название какой-то. Агрессивный фиброматоз. Доктор Рената в своем докладе, он об этом, он говорил же. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, у меня короткий вопрос по статистике. Вот отличия, которые связаны с безрецидивной выживаемостью при локализации на туловище и локализации на конечности, это связано с частотой достижения положительного, отрицательного края или это связано с биологией опухоли? Ну, честно говоря, мы тоже задавались этим вопросом. Однозначного ответа у нас нет на настоящий момент. Эта тема требует дальнейшего изучения, но не всегда именно в хирургическом лечении у нас на самом деле получается достигнуть отрицательной границы резекции. Хотя мы видим, что это не всегда влияет также на безрецидивную выживаемость. Но мы будем набирать больше пациентов в данную группу и отслеживать уже непосредственно конкретно этот вопрос. Просто, может быть, логичнее было бы тогда сделать график частота достижения отрицательного края при абдоминальной локализации, например, и при локализации на верхних конечностях. Тогда можно было как-то корреляцию провести между безрецидивной выживаемостью. Ну, это такая. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? У меня тоже вопросы. Да, Мамя Жаевна. Вы говорили о случае клиническом. Значит, край, я так понял, край лопатки, вы мобилизовывали крыло подвздошной кости, да? И фиксировали к лопатке? Нет. Какая там была операция, я не очень понял. При локализации опухоли в подвздошной области мы резицировали крыло. Крыло. Опухоль вместе с крылом подвздошной кости. И в этот дефект установили композитную сетку, прикрепив ее к резицированной части кости с помощью якорных игл. Хорошо. И еще, вы знакомы с рекомендациями АСКО, ЭСМО, естественно, да? Да. Как по названию, так и по протоколу. И как это коррелирует сейчас вот с данными, мы сейчас вывесили для обсуждения клинические рекомендации для Минздрава, для России. Это тоже юридический документ. Вы смотрели его, изучали или не успели еще? Мы еще не успели. Не успели. Продолжение следует...